Ну чё ребятки, всем хай, вы на канале Эйкзи. Ну а в данном видосике мы будем играть одну из самых легендарнейших игр, которая породила эпоху таких игр как Hangry Shark Evolution, Hangry Shark World и Hangry Dragon. Ну и конечно же Hangry Shark Primal. И это, как вы можете догадаться, игра под названием Hangry Shark. Да, просто Hangry Shark. Наверное, немногие из вас знают про эту игру, и оно и не странно. Ведь это игра 2011 года, и скажу вам честно, про эту игру я вспомнил буквально на днях. И когда я про неё вспомнил, ко мне в голову сразу же пришла идея, а именно поиграть в неё. Потому что последний раз, когда я играл в эту игру, без шуток, наверное уже 11 или 12 лет тому назад. Так что в этом видосике я немножко поиграю в эту игру, так сказать, чтобы поностальгировать и вспомнить настоящее детство. Ну и конечно же, если вы тоже помните эту игру, и в своё время тоже в неё играли, то для вас это тоже будет большой ностальгией. В любом случае, присаживайтесь поудобнее, заваривайте себе чайку, либо же кофейку. Вы на канале Эйкзи, и всем приятного просмотра. Ну а мы начинаем. Ну что, и пожалуй будем начинать. Во-первых, вы просто посмотрите на эту иконку, то есть даже сама иконка уже говорит о том, что игра очень старенькая. Как я и говорил, ей уже 13 лет, если я не ошибаюсь. Но данная игра 2011 года. И что вы понимали, данная игра запускается только на 5 и 4 андроидах. То есть, если у вас, там не знаю, 6 андроид, либо же 7, она уже у вас, ну никак не запустится. Ну что, а теперь давайте зайдём. Впервые за 12 лет я захожу в эту игру. И давайте зайдём. И кстати, это самая первая версия игры. Ох, эта заставка, вот этот вот логотип. Ой-ой-ой, это офигенно. Это просто офигенно, потому что я помню, помню этот логотип. И помню, конечно же, это меню. Реально, я не знаю, насколько много из вас играли в эту игру, потому что эта игра вот действительно старенькая. Давайте даже, смотрите, я нажму сюда. Вот, как видите, это самая первая версия этой игры. И здесь даже пишет не 2011 год, а 2010. То есть, стоп, это получается, я играл в эту игру, когда мне было 5 лет, что ли? Но, кстати, интересный факт. Эта игра когда-то в плеймаркете была на первом рейтинге. То есть, на первом месте среди всех остальных игр. Это я помню прям очень отчётливо. Так, давайте для начала посмотрим, что здесь вообще присутствует. Да, менюшка, конечно же, старенькая, но мы осуждать игру ни в коем случае не будем. Ведь, во-первых, это самая первая версия. И ко всему, это самая первая часть этой трилогии игр. И давайте посмотрим. Нажмём, во-первых, Help. Что такое Help? Здесь нам могут помочь с Controls, то есть с контролем. Здесь нам показывают, как управлять... Ага, ага, понял. Окей, с этим мы, конечно же, разберёмся. Дальше у нас идёт Tips. Что такое Tips? А, ну это просто как бы обучение, да? То есть нам показывают, что это такое. К примеру, вот здоровье. Шкала здоровья. Дальше у нас что? Это у нас Boost. И что у нас ещё дальше? Это у нас Медузы и Мины. Как же это всё прикольно выглядит. Потому что, ну, это атмосфера. Буквально я уже погружаюсь. И вот эта вот музыка на заднем фоне ещё. Это, ну, очень погружает. В атмосферу двухтысячных. Дальше у нас что идёт? Да, какие-то ещё страшные монстры. И ещё много-много-много всего. И да, 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 я вспомнил здесь ещё фишку, что когда ты здесь кушаешь рыбу, ты буквально растёшь. То есть ты растёшь как на дрожжах. И это очень прикольная механика, которую почему-то убрали в таких играх, как Hangry Shark Evolution. Либо же Hangry Shark World. Ладно, давайте идти дальше и смотреть, что здесь ещё есть. Так, чем больше мы, короче, погружаемся вниз, тем будет опаснее. И, в принципе, всё. Ну и последний, давайте нажмём кредит. Чисто ради прикола. Посмотреть, что здесь нам покажет. И да, если что, это игра от компании Ubisoft. Но когда-то компания Ubisoft делала реально годные игры. Ладно, давайте зайдём в Options. Посмотрим, что у нас здесь. И здесь у нас... Короче, здесь у нас сенса, вибрации, звуки и тому подобное. Окей, с этим мы уже разберёмся в игре. Ну и последнее, это High Scores, то есть это очки. Здесь, кстати, пишутся очки, то есть это боты. Здесь у нас боты. И если посмотреть Global, то здесь у нас не загружается. Не загружается по той причине, что всё, серверы у нас уже не работают. Также у нас здесь ещё есть ачивки, то есть здесь показывается, сколько мы набили очков, сколько мы играли и тому подобное. И, кстати, забавный факт, что вы понимали, эта игра в своё время, а если быть точнее, то на 2011 год, она была платной, что вы понимали. То есть можно было скачать её бесплатно, но дальше тебе уже приходилось платить, в этом и суть. Ладно, давайте, наконец-таки, пойдём в катку и насладимся этим. Всё, нажимаем Play, Get Ready, 3, 2, 1, и всё, гоу, мы здесь. Окей, во-первых, как управлять? Как... Стоп, секундочку, я не понимаю, как управлять... Как она управляется, я не понимаю. Мне всё-таки нужно будет, скорее всего, сейчас пойти и настроить это управление, потому что я не понимаю. Эх, как же долго я настраивал это управление, вы даже себе не представляете. Вся суть в том, что управление здесь работает по такой схеме, что ты здесь должен управлять, как бы, экраном. То есть ты не должен пальцем вводить по экране, ты должен, как бы, наклонять телефону в правую, либо же в левую сторону, либо же вверх. То есть здесь работает управление наклонами, и поэтому настроить это было просто чертовски трудно. Но всё-таки я это настроил, с трудом, еле как, но настроил. И вы просто на это посмотрите. Итак, во-первых, смотрите, что мне здесь нравится. Мы не можем съесть медуз. То есть, как видите, вот, у нас убавляется куча хп, и мы сейчас просто умрём. То есть нам нужно кушать вот такие вот рыбы. Пипец, мы, конечно же, неповоротливые. То есть очень сложно управлять акулой. Кстати, здесь ещё есть буст. То есть если мы будем нажимать по экрану, то у нас будет вот такой вот буст. И, в принципе, очень даже неплохо. И вы просто посмотрите на эти коралловые рифы. Какие они прекрасные. То есть они выглядят реально, ну, реалистично. И это учитывая тот факт, что это игра 2011 года. Я сейчас просто играю, и мне просто не верится, что эта игра настолько уже старенькая. Да, конечно же, это понятно по графону, что она очень старая. И управление здесь, конечно же, деревянное. Но на то время это была очень крутая игра, которая занимала топы в плеймаркете. И, как я и говорил, эта игра была платной. То есть даже многие люди уже соглашались на то, чтобы её купить. И это, конечно, было очень круто. Вы просто посмотрите на эту рыбу, видите? Смотрите, она как бы раздулась. Мы её скушать... Вот, мы её не можем скушать. То есть вот, что вы понимали. Вот это мне очень нравится, что здесь реально работает не то чтобы физика, а, в принципе, понятная логика, что акула не может кушать то, либо же другое. А в таких играх, как Angry Shark Evolution, либо же Angry Shark World, как вы все знаете, если у тебя сильная акула, это означает то, что ты можешь крушить просто скалы, можешь даже кушать скалы, кушать мины, кушать медуз. Смотрите, здесь мы не можем кушать медуз. То есть вот, мы кушаем, при этом мы можем скушать медузу, но при этом у нас отбавляется куча ХП. Всё, как видите, мы умерли. То есть ты можешь скушать медузу, но при этом ты умрёшь. И это просто жесть, как офигенно. Честно, мне это безумно нравится, что здесь реально, вот, ну, по логике всё сделано, как должно и быть. Что здесь не так всё в тупую, а реально, вот, ну, не верится, что игра такая старая, но при этом здесь намного лучше, чем в новых играх, как, к примеру, Angry Shark Evolution, либо же Angry Shark World. Было бы здесь ещё получше управление, просто цены бы им не было. Но, к сожалению, к управлению они всё-таки не додумались, и управление здесь реально просто ужасное. Кстати, смотрите, кого я нашёл. Смотрите, это рыба-капля, да, смотрите, какая она страшная. Вы просто на это посмотрите, почему она такая стрёмная, это как будто какое-то лицо. Давайте попробуем это скушать, если сможем. А ну-ка, и да, она нам восстановила полностью ХП и дала нам 500 очков, что, кстати, довольно-таки много. О, мины, кстати, давайте проверим, что будет, если напороться на мину. И, опачки, мы взрываемся, и всё, ХП у нас буквально забирается. То есть, как видите, на мину здесь нарываться категорически нельзя, потому что ты сразу же, ну, почти сразу же умрёшь. И я, походу-таки, не успел выжить, и да, я умер. Конечно же, в этой игре не хватает какого-то, знаете, заднего фона хотя бы, потому что, как видите, мы играем будто бы, знаете, на каком-то хромакее, только не с зелёного фона, а с голубого. И это, конечно же, выглядит не очень, но с другой стороны, что вы требуете от игры, которой уже больше как 13 лет? Вот знаете, я вот сейчас играю, и я будто бы занырнул в 2011 год. Вот серьёзно, потому что я отчётливо помню, как я играл эту игру, когда мне было буквально 6 лет, и это, конечно, тоже было легендарное. Но меня удивляет то, что я забыл про эту игру, я просто забыл. Видели бы вы мою реакцию, когда я буквально на днях вспомнил про эту игру, я был просто в шоке, потому что, как я мог забыть про такую легендарную игру, на которой как раз-таки и вырастились такие проекты, как Hangry Shark Evolution и Hangry Shark World. Кстати, ещё один факт, к сожалению, печальный, этой игры больше нету плеймаркета. То есть, эту игру, если я не ошибаюсь, в 2017 или 2016 году полностью удалили из плеймаркета. К большому-пребольшому сожалению. Честно, я просто не понимаю, зачем они это сделали, потому что, реально, много хороших игр удаляется из плеймаркета. И я вот не понимаю, какой от этого смысл. Ведь есть же люди, которым нравится играть такие игры, или хотя бы просто зайти, чтобы поностальгировать. Так зачем же удалять такие прекрасные шедевры? Я просто этого не понимаю. Возможно, кто-то скажет, ну это же слишком старая игра, ей здесь просто не место. И отчасти я с вами согласен, но опять-таки, есть те люди, которым такие игры нравятся играть. Или хотя бы изредка. Просто зайти и понаслаждаться. Ну и да, кстати, если вы захотите поиграть и тоже поностальгировать в эту игру, то ссылочка на скачивание данную игру будет в описании. Смотрите, кстати, кто здесь плавает. Здесь плавает вот этот вот, как он называется, короче. Я забыл, как он называется. О, рыба-меч, смотрите, здесь рыба-меч. Вот это тоже, кстати, прикольно. То есть, модельки и текстурки, они хоть и старые, но они выглядят офигенно. То есть, видите, они машут хвостом, и они выглядят хотя бы реалистично. То есть, текстурка, она реально реалистичная. И меня только что, кстати, ужалили. И, кстати, вы заметили, мы с вами выросли. То есть, видите, акула, она действительно растет. То есть, мы стали больше. И, блин, как же это круто. О, кстати, большая рыба. Нужно похавать. Нужно похавать вот эту вот вкусовщину. Так, давайте еще этого тунца захаваем. Или что это такое? Так, осторожно. Но управление здесь просто ужасное. Это я, конечно, должен признать. Так что, если вы хотите поиграть в эту игру, то готовьтесь к тому, что, наверное, у вас будет гореть от управления. Но все-таки, что здесь поделаешь? Кстати, я только что нашел какой-то байк. И, как я понимаю, здесь большая карта. Но открыть карту мы не можем. Потому что ее, по факту, здесь нету. Ну, то есть, она есть, но мы не можем ее открыть. И, кстати, здесь даже корабель. Смотри, здесь корабль. Это вот... Стоп. А я могу его скушать? А ну-ка попробуем скушать. Я могу скушать этого рыбака? Или кто это такое? Ну-ка попробуем. Нет, все-таки не можно. Окей. Мы с вами, смотрите, мы уже очень большие. Это что такое? Это какой-то айсберг или что это? Да, это айсберг. Здесь пингвины. То есть, здесь даже есть... Я не думал, что здесь большая карта. Без шуток. То есть, это очень даже неплохо. Вот. Меня опять хотят убить. В принципе, что и не удивительно. Но мы, конечно же, даем сдачи. Меня радует то, что эта игра хоть и старая, но здесь есть вот ледниковый период. Ну, точнее, какой ледниковый период? Точнее, здесь есть вот эта вот Антарктида. Ну, в скобочках Антарктида. Вот. Еще один вот этот вот артефакт. Давайте мы постараемся его поймать. Пожалуйста, поймай его. Боже, какое управление все-таки, да? Управление просто очень-очень сложное. Но мы все-таки поймали артефакт. И давайте еще кушать, чтобы стать еще больше. Блин, пока что мне все нравится. Пока что все офигенно. И знаете, вот сейчас я играю в эту игру. И мне страшно... О, это... Это удильщик. Смотрите, это удильщик. Мы скушали только что удильщика. Вот это, конечно... Вы видели вот текстуру? Как он стремно выглядит? Вы просто посмотрите. То есть, они ходят по дне. Точнее, не ходят, а плывут по дне. И они вот такие вот стремные. Это... Это очень круто. Вы просто посмотрите на эту текстуру. Рыбокапля. Я просто в шоке. Я поражен. Потому что эти текстуры, они выглядят очень реалистично. И действительно пугающе. То есть, ты смотришь. И ты понимаешь, что это... Ну, это реально страшно. Вот это я, конечно, понимаю. Вот это раньше все-таки Ubisoft умели делать шедевры. Вот это да. Вот это... Здесь, конечно, не поспоришь. Вы просто посмотрите на мои размеры. Какой же я все-таки уже большой. Но все-таки здесь еще есть удильщики, которые тоже довольно-таки крупные. Так что их мы тоже будем кушать. Только нужно здесь, опять-таки... Вы знаете, здесь все время напряжение. Потому что, видите, медузы, которые меня могут сейчас просто спокойно убить. То есть, не важно, что мы сейчас большие. Важно то, что меня могут все равно очень легко прихлопнуть. Даже те же медузы. Уже не говоря о минах. Потому что мины меня могут убить с одной тычки. И это, конечно, очень опасно. Так, пожалуйста, я не хочу нарваться на мины. Давайте как-то более осторожно. Куда нам нужно плыть? Осторожно, медуза. Опачки. Вот этого можно скушать. Слушайте, мы уже так довольно-таки неплохо вымахали. И вот это была ошибка. Это была, пожалуй, очень большая ошибка. Я надеюсь, что больше такого не повторится. Потому что еще так несколько раз. И я мог бы умереть. Хотя, это да. Это повторилось. Я скушал три медузы или сколько. Но это очень плохо. Я надеюсь, что сейчас все мы это исправим. О, кстати, я нашел башмак. Вот это, конечно, прикольно. Это у нас уже четвертый аксессуар. Осторожно, осторожно. Минное поле. Еще и медузное поле. Здесь просто все подряд. Все. Мне конец. Мне, к сожалению, конец. Но, тем не менее, мы накопили 11 тысяч очков. Ну, почти что 12. И здесь, кстати, вот видите, вываливаются артефакты, которые мы поймали. Что тоже очень прикольно. Да, текстурка этих артефактов и этой акулы. Это же, конечно же, оставляет желать лучшего. Но, опять-таки, мы не будем придираться. Потому что это старенькая игра. 2011 года. Здесь, кстати, вот мой рекорд. Можно, кстати, задать какой-то никнейм. Допустим, вот сдали мой никнейм. И все. Это у нас сохранилось. И мы играем снова. Короче, что я могу сказать по поводу этой игры. Я был очень рад поиграть в эту игру. У меня очень поднялось настроение, потому что это легендарная игра. И легендарная игра не просто потому, что я так сказал. А потому что именно от этой игры зародились большие игры, как Hangry Shark Evolution и Hangry Shark World. Если вы тоже когда-то играли в эту игру, то, конечно же, можете написать в комментариях. И, конечно же, насколько вам нравилась эта игра. Потому что я, к примеру, ее могу сейчас очень даже хорошо оценить. Ведь играется она действительно очень хорошо. Кстати, насколько я заметил, у нас еще шкала здоровья. Она у нас... Короче, когда мы растем, она у нас еще и растет. То есть, чем больше акула, тем больше у нас хп. Это я тоже заметил. И это тоже очень прикольно. Так что, в общем, ребят, что я вам могу сказать. Игра очень имбовая. И здесь есть куча механик, которые мне нравятся больше, чем в Hangry Shark Evolution и в Hangry Shark World. К примеру, та же механика, что акула может взрослеть. То есть, она становится больше. То есть, чем больше у тебя очков, чем больше ты сожрал рыбы, то тем больше будет акула. И это, конечно же, очень круто. И по мере этого, по мере твоего роста, у тебя еще и увеличивается шкала здоровья. Это очень офигенная механика, которой и так не хватает в Hangry Shark Evolution. Либо же в Hangry Shark World. Ну и еще, конечно же, эти текстурки. Кто бы что ни говорил, но эти текстурки, этих рыб, этих удильщиков и этих рыбль-капль, они выглядят очень офигенно. Таких красивых и реалистичных текстур действительно не хватает в Hangry Shark Evolution. Либо же в Hangry Shark World, опять-таки. Игрушка, конечно же, максимально простенькая. Но не забывайте, это самая первая версия этой игры. Поэтому здесь так мало всего. Если вы захотите, то я с радостью засниму видос, как я буду играть только уже в самую новую версию этой игры. Где будет больше всего. Больше каких-то предметов, больше артефактов и, в принципе, больше рыбы. Так что, если это вам будет интересно, то дайте обязательно знать в комментариях. Кстати, еще интересный факт. Что вы понимали, это только первая часть этой игры. А таких частей есть целых три. Да, три части про эту игру. Почему бы и нет? Так что, опять-таки, если вас это будет интересовать, дайте знать в комментариях. Но, блин, я все-таки настолько рад, что вспомнил про эту игру. Потому что настроение у меня улучшилось. И сейчас просто все вот, ну, шедеврально. Эх, как же все-таки круто поиграть в такие вот старенькие игры. Хотя бы когда-то. Хотя бы изредка. Но, как же это все-таки круто. Ведь именно эти игры погружают тебя в те года. И с помощью таких игр можно очень хорошо поностальгировать. Если оценивать данную игру, без шуток, я бы поставил 9 из 10. Единственное, что мне вот прям действительно не понравилось, это управление. Потому что оно деревянное и оно очень тяжелое. То есть, управлять акулой очень сложно. Но, при этом, взамен ты получаешь просто кайф. А именно, офигенные механики. Которых так не хватает в современных Хэнгри Шарк Эволюшенах. И, конечно же, это вот эти вот текстурки. Хоть и старенькие, да, но реалистичные. А это, конечно же, немаловажно. Ну что, в принципе, вот такой вот видосик у нас сегодня и получился. Если данный видосик вам понравился, то, пожалуйста, не забудьте поддержать данное видео лайком. Мне будет безумно приятно. Ну что, ребятки, на этом прекраснейшем моменте видосик будет подходить к концу. Так что всем огромнейшее спасибо за просмотр. Вы были на канале Эйкзи. До скорых встреч. Всем удачки. И всем пока-пока.